Доброго времени суток. Перепрофилирование. Это слово уже стал использовать глава Северной Осетии в отношении завода электроцинка. Немногим ранее то же самое слово использовал уполномоченный по правам предпринимателей Тимур Медоев. В принципе, сказав, что именно перепрофилирование станет самым лучшим решением проблемы завода электроцинка. Идеальный вариант, если бы завод был перепрофилирован и опасные производства, которые заводят сегодня, были закрыты. Вчерашнее заявление главы Северной Осетии Вячеслава Бетарова, где он использовал это слово перепрофилирование, оно было очень интересным не только из-за использования этого слова. Помимо этого, там было сказано о том, что для того, чтобы разобраться в проблеме, будут вестись какие-то разговоры с сотрудниками завода и с его собственниками. Мы обязательно соберем сотрудников завода. И только после этого мы будем делать выводы о том, подавать суд, не надо подавать суд. Или же владельцы сами принят решение. Зачем говорить с собственниками завода? Для чего разговаривать с работниками этого предприятия, если изначально стоял вопрос о том, что закрыть завод возможно только через суд? То есть суду должны быть предоставлены неопровержимые факты и доказательства того, что деятельность завода вредит экологии и, как следствие, здоровью людей, живущих в Северной Осетии. Каким образом разговоры с собственниками и с работниками завода могут повлиять на закрытие или на дальнейшее функционирование электроцинка, мне лично непонятно. Тем более, что руководство холдинга УГМК, судя по тем заявлениям, которые делались в анонимных телеграм-каналах, крупных телеграм-каналах, о том, что противостояние общества, власти и завода, это следствие игр каких-то непонятных кланов политических, существующих в Северной Осетии, это уже активно муссируется на федеральном уровне, что говорит о том, что руководство холдинга не собирается уходить из Осетии и тем более закрывать электроцинк. При этом агрессивная информационная кампания в поддержку электроцинка и холдинга УГМК эхом отдается в Северной Осетии. Осетины считают электроцинк небезопасным предприятием, которое может нанести непоправимый вред экологии и здоровью людей. Южноуральские специалисты такое предложение называют катастрофичным. Челябинский цинковый завод, куда предлагают перенести производство, и так входит в тройку предприятий, максимально загрязняющих Южный Урал. Получается какая-то неразбериха. С одной стороны, есть заявление о том, что в случае незакрытия электроцинка Вячеслав Бетаров возглавит протест против него. С другой стороны, есть разговоры о том, что все-таки возможно перепрофилирование. Хотя, каким образом перепрофилировать металлургическое производство? Ну, с кем я не говорил, они не знают, как это сделать. Поэтому заявление о каких-то лабораториях, о чем говорил Тимур Медоев на базе электроцинка. Какие лаборатории могут быть на бывшем металлургическом заводе? А о чем вообще речь? Хотелось бы, чтобы были какие-то пояснения, но этих пояснений не последовало. Вместо этого мы услышали вчера заявление Вячеслава Бетарова о том, что да, действительно перепрофилирование решило бы все вопросы. Во что перепрофилировать металлургическое производство? Кто-нибудь может сказать? Один звонок. Это ко мне. Наверное, из дурдома. Таким образом, ситуация сейчас зависла на какой-то непонятной точке. Она ни туда, ни сюда. Да, сформирована комиссия. Да, идет расследование. Но на уровне главы республики, на уровне главы завода, того же холдинга, речи о закрытии электроцинка не идет. И это очень плохо, потому что изначально речь шла исключительно о закрытии. Не будет закрытия. Все, что делается сейчас, это, как говорится, мартышкин труд. И можно этого просто не делать. Так как в случае, если завод продолжит свою деятельность, все эти исследования, все эти анализы, все эти митинги просто можно сливать в унитаз. Это мое мнение.